Встретимся в Сочи. В Красной Поляне прошел конгресс для организаторов форумов и фестивалей. Горнолыжные курорты Сочи готовятся к сезону. Там прошли учения спасательных служб. Сочи отмечает День города. Старт к торжествам праздничной литургии дал митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор. В Сочи выберут супермаму. Сегодня участницы конкурса усиленно готовятся и репетируют. Встретимся в Сочи. В Красной Поляне прошел конгресс Meet in Sochi. Это первый практический конгресс для организаторов мероприятий об организации форумов и фестивалей. Его участники – туроператоры, туристические и ивент-агентства, отели и гостиницы. В числе спикеров конгресса Meet in Sochi – ведущие специалисты в области тревел-менеджмента, представители крупных компаний, которые занимаются организацией мероприятий. В ходе трехдневного форума своим опытом поделился и Сочи, который в год принимает более трехсот мероприятий разной направленности. Это и спорт, и культура, и политика. Сегодня уже администрации города Сочи есть чем поделиться, рассказать о том, что проходило в Сочи с 2014 года. Ну и, безусловно, рассказать, как проходит организация того или иного мероприятия. Безусловно, для нас это важно, поскольку очередной раз мы всем нашим туроператорам страны, турагентствам, ивентагентствам покажем, что такое город Сочи, что нужно сюда ехать, что есть где размещаться, большое количество отелей, номеров различного уровня. В Сочи сегодня работает 13 крупных сетевых отелей, более 2000 гостиниц, способных разместить до 200 тысяч человек. Высок и конгрессный потенциал курорт может проводить мероприятия одновременно для 20 тысяч участников. Вообще, конгрессная индустрия отметили на форуме – это экономический инструмент для привлечения инвестиций. Она играет важную имиджевую роль для города-курорта. Горнолыжный курорт из Сочи готовится к сезону. До его открытия осталось меньше месяца. Регламентные работы на канатных дорогах завершились, и сейчас время для подготовки сотрудников, в частности спасателей. Они проводят комплексное учение. Первая тренировка прошла накануне на одном из горнолыжных курортов. В результате ЧАЭС была обесточена канатная дорога, и в кабинках остались люди. По такой легенде прошло комплексное учение по реагированию спасателей и сотрудников других оперативных служб – Кубаниэнерго, скорой помощи и пожарной части. Задача спасателей – добраться до кабинок и эвакуировать людей. Тактическим учением поспособствовала и погода – туман, дождь или снег – те условия, которые часто наблюдаются в горах зимой. В горнолыжный сезон наша спасательная служба занимается оказанием помощи пострадавшим на склоне. К сожалению, горные лыжи иногда омрачаются травмами человеческими, поэтому мы им оказываем помощь и эвакуируем их также до медперсонала – нашего либо городского. Спасательные службы горнолыжных курортов проводят учения два раза в год, а тренируются еженедельно. Учения же такого масштаба на курорте были организованы впервые. В течение следующей недели такие же занятия будут проведены на всех других канатных дорогах, но мы на этом не останавливаемся. В начале декабря мы проведем комплексное пожарно-тактическое учение в системе РСЧС на одном из объектов – Красной Поляны. Чего мы хотим добиться? Мы должны убедиться в готовности наших сил и средств, если вдруг будет чрезвычайная ситуация, к реагированию. Помимо спасательных служб и горнолыжных курортов, на Красной Поляне находится филиал Южного регионального поисково-спасательного отряда «Губань-Спас». В случае необходимости привлекается и муниципальная служба спасения. Прошедшие учения показали, что все оперативные службы готовы отреагировать на ЧАЭС так, как положено. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Энергодефицита не будет. В Краснодаре запустили новую подстанцию, которая сможет обеспечить с электричеством полмиллиона человек. Объект находится в восточной промзоне города. Строительство продолжалось два года. Сегодня на торжественное открытие приехали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления федеральной сетевой компании «Единой энергетической системы» Андрей Муров. Они посмотрели оснащение новой подстанции, мощность которой составляет 560 мегавольт ампер. Полгорода сегодня можно бесперебойно обеспечить электричеством. Для нас это без привлечения очень серьезный шаг вперед по решению проблемы дефицитного энергоснабжения. И введение этой подстанции закрывает проблему. Это на самом деле для города, конечно, огромный успех. А у вас сегодня пока еще привлечение минимальное, наверное, да, потребители? Да, пока да. Понятно, коллеги. Не переживайте. Это очень-очень проходящий момент, что и он быстро. Мы бы хотели, чтобы это было востребовано. И именно быстро, правильно говорите. То, что это востребовано, коллеги, я заверяю. Андрей Геннадьевич, я еще хочу рассказать вам. Лично спасибо за максимальную поддержку сегодня. В решении проблемы энергодефицита и Краснодара, как и столицы Кубани, ну и, конечно, всего края. Это уже вторая за полгода крупная подстанция, которую открыли в Краснодарском крае. Сегодня же глава региона и руководитель федеральной сетевой компании подписали соглашение о строительстве нового объекта. Он должен покрыть растущие потребности в электричестве в западной части Краснодара. Нейросеть для комбайна и скоростные селки. В Краснодаре открылась 25-я международная выставка сельхозтехники «Юга-Агран». На ней представлены зарубежные и отечественные разработки. Взглянув на все это, сказать можно только одно – будущее уже наступило. В первый день работы экспозицию посетил губернатор Кубани. Вместе со всеми цифровыми технологиями в сельском хозяйстве впечатлились и наши краснодарские коллеги. 650 компаний из 35 стран, 80 приглашенных спикеров, 30 дискуссионных площадок, 4 дня и масштабы, которые поражают своим размахом. Территория под юг Агро сопоставима с 9 футбольными полями. В четырех павильонах последние новинки сельскохозяйственной науки. Техника, которая уже шагнула в будущее. Если климат-контроль в комбайне никого не удивляет, то нейросеть, внедренная в машину, вызывает неподдельный интерес. Отечественное программное обеспечение позволяет установить на любую агротехнику умный автопилот, который в процессе работы еще и самостоятельно обучается новым возможностям. Камера снимает изображение перед комбайном, перед трактором, перед сельхозтехникой и транслирует его в ПО. Программное обеспечение на основе нейронных сетей понимает и может анализировать, где находится препятствие, где находится кромка поля, где находится волок. Идентифицировать человека в поле, животное, столб. И уже дает команду на рулевое управление комбайна либо объехать препятствия, либо остановиться. Сельское хозяйство сегодня переходит на концептуально новую модель развития. Тяжелый ручной труд сменяют цифровые технологии, которые снижают потери урожая, повышают производительность и в целом увеличивают экономический эффект для агропрома. Наблюдается как минимум 10% прирост урожайности, иногда этот показатель значительно выше. При всем при том, что сроки посева сокращаются в два и более раз. О повышении рентабельности в агропромышленном комплексе Кубани говорил и губернатор. На открытии выставки Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что современные технологии теперь задают тон в развитии всего сельского хозяйства. Эта выставка обостребована еще раз по честному не только в нашем Краснодарском крае, во всей нашей стране и во всем мире. Юг Агро – это уникальная возможность учиться, перенимать опыт, ну и, конечно, идти на шаг впереди своих конкурентов. Агропромышленный комплекс нашего края в год покупает различные сельхозтехники разного направления на 12 миллиардов рублей. Безусловно, это стало возможным, что сельское хозяйство становится бизнесом очень рентабельным. Сельское хозяйство, агропромышленный бизнес в целом, он должен становиться высокоинтенсивным. И понимание того, что все-таки сельское хозяйство должно давать прибыль, но не сверхприбыль, должно быть у каждого. И тогда, на самом деле, мы сохраним тот баланс, который позволит нашему сельскому хозяйству давать пшеницу нашим последующим поколениям. С каждым годом мы получаем рекордные урожаи зерна. Мы вкладываем серьезные денежные средства в развитие перерабатывающей промышленности, в экспортный потенциал нашего региона. Дорогие друзья, все это стало возможным благодаря чему? Благодаря тому, что есть достаточно серьезная государственная и региональная поддержка. За последние три года в регионе произошло самое масштабное техническое переоснащение парка сельхозмашин. На это ежегодно тратят около 12 миллиардов рублей, в том числе и в виде субсидий. Поддержку получают и те компании, которые локализуют свое производство в Краснодарском крае. Руководители известной международной марки в России заинтересовались такими возможностями и в разговоре с губернатором пообещали передать информацию на самый верх. Локализация производства – это еще и развитие конкуренции на рынке. Так, немецкая компания «Клаас», запустив выпуск техники в Краснодаре, невольно заставила развиваться и отечественные бренды. Все это в конечном счете играет на руку потребителю, фермерским хозяйством и агропромышленным комплексам. Компания «Клаас» не должна отставать в определенной части, а максимально может быть и продвигаться, потому что от этого зависит сбыт, в том числе техники, которую вы производите. И, конечно, выбор, в первую очередь, заселяны. Они должны иметь выбор, самое главное, должны быть комбайны и тракторы «Рослимаша», должны быть тракторы «Клааса». Если вы где-то отстанете, где-то просеете, то здесь никого не нужно винить, кроме самих себя. Конкуренция, вы правильно сказали, только конкуренция определяет сильнейшего на рынке. Только так. А голосует рублем, конечно, все посттоваропроизводители. Основной темой выставки «Юг-Агро» стала цифровизация сельского хозяйства. За внедрением высоких технологий будущее всей отрасли, уверены эксперты. Во многом, благодаря именно современным машинам на Кубани, в этом году удалось поставить урожайный рекорд, собрав почти 10,5 миллионов тонн зерновых и бобовых. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Вакцинацию на Кубани продлили до 1 декабря. Всего в этом году прививку от гриппа получат около 3 миллионов жителей края. Больше 90% уже сделали укол здоровья. Половина из них – школьники. Об этом говорили на селекторном совещании в краевой администрации. Провела его Анна Менькова. Как отметила вице-губернатор, были и учащиеся, которые отказались от профилактических инъекций. Некоторые по медицинским причинам, но в основном из-за запрета родителей. Лучше всего прививочная кампания проходит в Северском, Кореновском и Красноармейском районах. Там педагоги провели разъяснительную работу. В итоге у муниципалитетов стопроцентные результаты. Однако не везде вакцинация идет полным ходом. То, что сегодня в школах допущено такое количество отказов, условно, из тысячи детей привито 300, 600 отказов и только там 20 медотводов – это очень странная позиция. Так не может быть. Значит, вы допустили, что родители у вас все подряд пишут отказы от прививок. Это позиция школы, это позиция директора. Работа в некоторых учебных заведениях проведена очень плохо. При том, что у других от плана подчас вакцинация достигает и 100%. Это значит, что директор отдельной школы может разговаривать и находит общий язык с родителями. Директор другой школы этого сделать по каким-то причинам не может. Чтобы избежать эпидемии гриппа, нам необходимо вакцинировать 80% минимум детей. Также на совещании обсудили строительство соцобъектов. В концу года на Кубани появятся 28 новых кабинетов врачей общей практики. Сейчас уже готовы три. Кроме того, в ближайший месяц должны возвести 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Все эти объекты под личным контролем Анны Меньковой. Говорили и о строительстве школы и детских садов. В этом году в Край открылись 7 новых учебных заведений. До конца 2018-го должны сдать еще 11. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 22 ноября в Сочи переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 12-14 градусов выше нуля. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Стильные аксессуары в салоне-магазине Куранты. Брендовые часы Швейцария, Япония, Россия. Изящные женские, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Часовой салон-магазин Куранты. Штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, 2 этаж. 8-918-3243. Сочинцы сегодня отмечают День города. А православные сочинцы еще и День Архангела Михаила, покровителя нашего города. Старт праздничным мероприятиям сегодня утром был дан в Михайло-Архангельском соборе, который 21 ноября отмечает свой престольный праздник. Божественную литургию по традиции провел Владыка Исидар, митрополит Кубанский и Екатеринодарский. Сегодня День Ангела у всех православных. Именно Архангел Михаил считается главным покровителем верующих и покровителем города Сочи. Поэтому и празднества в честь Дня города начинаются именно в Михайло-Архангельском соборе. Отметить двойной праздник в храм курорта сегодня пришли сотни прихожан. Специально сюда прибыл и митрополит Кубанский и Екатеринодарский. Владыку Исидара поприветствовал глава Сочи Анатолий Пахомов. Ну а перед торжественным богослужением священнослужитель поздравил всех сочинцев с Днем города. Я люблю город Сочи. Нравятся мне храмы замечательные. Желаю всем мира, добра, семейного счастья, помощи Божией в наше неспокойное, лукавое время. Пусть Господь укрепит всех жителей, поможет во всех делах и трудах. Бог вам помощь, дорогие. Всех я хочу поздравить с Днем нашего небесного покровителя Михаила Архангела. Хочу сказать, что с каждым годом все больше и больше прихожан, которые рано утром приходят сюда, в храм Михаила Архангела. И традиционно всегда приезжает владыка Исидор, чему мы очень благодарны за его молитвы о благополучии нашего города. Насыщенные будут дни, особенно 24 ноября, это суббота, появляется и новая площадка у нашего зимнего. И надо сказать, что 24-го гала-концерт, основное мероприятие пройдет именно там. И в 22 часа мы завершим праздник 24 ноября с символическим салютом. Все будет замечательно. К слову, праздничных литургий сегодня в главном соборе города было несколько. Многие горожане провели здесь весь день в молитвах о благополучии семьи и процветании своего города. Я в 4 утра встала. Одну уже службу простояла, пропела, а сейчас вторую пойду петь. Город я свой очень люблю. Что зелень, что море, что вообще гостей всегда много. Шикарный праздник. И Сочи потрясающее место. Мы очень любим. Мы всей семьей сюда переехали. До этого Москва, до этого Канада, до этого Бразилия, где я родился. Дай Боже, уже никуда не хочу. Очень нравится. Сегодня такой прекрасный праздник. День Архангела Михаила. Я и читаю Акафисты ему. То есть уже давно преклоняюсь перед святыми силами небесными. Прекрасно, что сегодня еще и день города Сочи. Всех сочинцев хочу поздравить с этим прекрасным праздником. Пожелать им доброго здоровья. И всегда, как говорится, любите Бога. Всем добра и мира. День Архангела Михаила, или, как говорят в народе, Михайлов день, не входит в число двунадесятых торжеств. Однако все равно всегда был и остается одним из самых любимых в России. Ко всему прочему, ему молятся не только христиане, но также последователи иудаизма и ислама. В православном мире архистротик Михаил является так называемым военачальником небесных сил. На иконах он изображается с огненным мечом в руке или копьем, как главный воин в битве добра и зла. Считается, что он покровительствует и воинам всех времен. Именно поэтому сегодня митрополит Исидор отметил работу сочинских казаков и полицейских, которые обеспечивают безопасность общественного порядка на курорте. Вручил благодарственные письма и особо отметил труд начальника городского УВД Сергея Гурцова. В честь небесного воеводы, покровителя Сочи, сегодня прошел и крестный ход. Главное же в Михайлов день, подчеркнул митрополит Кубанский Екатеринодарский, это делать больше добрых дел и помогать ближним. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Аллея космонавтов в Сочи пополнилась новыми растениями магнолии в парке «Ривьера». Сегодня высадили герои России – космонавты Павел Власов и Юрий Маленченко. В Сочи они приехали с рабочей поездкой. Завтра между научно-исследовательским испытателем, Центром подготовки космонавтов имени Гагарина и администрацией Краснодарского края будет подписано важное соглашение. Расскажет Ольга Десятого. Сегодня на аллее космонавтов в парке «Ривьера» более 60 деревьев. Первым саженцем на ней стала магнолия Юрия Гагарина. Он ее высадил в 61-м году через месяц после полета в космос. Последние посадки на аллее датированы 2016 годом. Тогда свой зеленый след в Сочи оставили сразу три покорителя космического пространства Александр Иванченков, Сергей Трещов и Александр Ловейкин. Это очень знаковый объект. Он давно уже является памятником природы и истории. Он всегда посещаем. В любую погоду, даже в дождь, здесь всегда многолюдно. Люди с интересом рассматривают таблички, которые именные под деревьями. Сегодня аллея пополнилась молодыми деревьями. Славную традицию продолжили космонавты, герой России Павел Ласов и Юрий Маленченко. К ним присоединился и министр курортов Краснодарского края, который тоже посадил свою именную магнолию на аллее дружбы. Мне очень приятно здесь быть и пройтись по этой аллее, и что-то вспомнить. И неудивительно, что здесь деревья космонавты, потому что это место привлекает. Традиция садить деревья – это наша, российская традиция. Это нужно делать, и мы с удовольствием это сделали. В отличие от своего предшественника Гагарина, который высаживал дерево в Сочи во время отдыха, нынешних покорителей космоса на курорт привела рабочая поездка. Завтра в Сочи между Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов и администрацией Краснодарского края будет подписано соглашение. Теперь экипажи после сложнейших полетов на орбиту будут проходить реабилитацию и лечение в здравницах Кубани. Для курортов Краснодарского края это очень высокая оценка, поскольку сегодня в рамках международной конкуренции можно проходить реабилитацию в любой точке земного шара. Но вместе с этим курорты Краснодарского края сегодня готовятся и уже начинают прием как раз на реабилитацию космонавтов. Такое правило, сколько человек времени проводит на орбите, ему столько нужно после этого полета восстанавливаться. Это очень непросто. И вот то, что мы увидели здесь, а мы сюда приезжали, специально оценивали базу здравниц, Сочинскую конкретно. И могу сказать, что мы подпишем это соглашение. И если наши космонавты реабилитацию и санаторно-курортный отдых будут здесь проходить, я думаю, что все будут только рады. Сегодня в космос уже слетали 122 российских космонавта, а деревьев на аллее пока в два раза меньше. Но теперь, когда пилоты станут частыми гостями на курорте, наверняка зеленый памятник природы будет чаще пополняться новыми саженцами. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи полицейские провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Правоохранители раздали жителям и гостям города разъяснительные листовки. В мероприятии приняли участие представители общественного совета при УВД. Участковые уполномоченные на своих участках призвали жителей быть бдительными. И в случае получения информации о распространении наркотиков, сразу сообщать об этом в полицию. Полицейские побеседовали также с посетителями торговых центров, учебных заведений, представителями домовых комитетов. Если вы обладаете информацией о распространении наркотиков, обязательно сообщайте в полицию по указанным телефонам. В Сочи вновь выберут лучшую маму. 25 ноября в зале Дома культуры Центрального района пройдет 10-й юбилейный конкурс «Я – супермама». Организованы спортивно-здоровительным центром «Растем вместе». Сегодня прошла репетиция, на которой побывала наша съемочная группа. Эти мамочки могут с уверенностью сказать «Я могу все». А все потому, что они посещают спортивно-здоровительный центр «Растем вместе». Там они учатся не только тому, как обращаться с будущим малышом, но и как всегда оставаться активной и жизнерадостной. «Беременность – это не болезнь, а активное и очень интересное, яркое времяпрепровождение, насыщенное событиями, эмоциями и добротой, потому что каждая женщина прекрасна и уникальна в этот период». Как раз свою уникальность и продемонстрируют участницы конкурса. Они покажут жюри и гостям свои вокальные и хореографические навыки, кулинарные способности и эрудицию. «В программе нашего конкурса очень много интересных номеров и конкурсной программы, а также дефиле вечерних платьев, спортивный номер, танцевальный номер. Это самопрезентация будущих мам, это подарок малышу, а также вы услышите приятные искренние поздравления от наших будущих мам, состоявшимся мамочкам». За корону супермамы поборются шесть участниц. Среди них и Мария Пахлебаева. С центром «Растем вместе» она дружит уже несколько лет. Узнав все преимущества школы материнства во время первой беременности, не задумываясь, пришла туда во второй раз. «Все номера очень интересные, активные. А мы, мамочки, активные. Нас активностью научила Анна Батрак в своей школе материнства, что мама должна быть активной, и тогда она будет здоровой и здоровой у малыш. Поэтому на спортивных номерах и танцевальных мы, конечно, старались, пыхтели, но все-таки смогли без каких-то трудностей выполнить все задания и подготовить все номера». «Кто из участниц лучше проявит себя, станет известно 25 ноября. 10-й юбилейный конкурс «Среди будущих мам» состоится в 15 часов в Доме культуры Центрального района. Вход свободный». «Приглашаем вас на 10-й юбилейный конкурс «Среди будущих мам»!» «Я супер-мама!» Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok